МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Сегодня у нас в Харькове киевская панк-рок группа Дэз Пил. Она будет выступать в клубе ЛФ на Небойдуже Дэнь 6. Сегодня будет круто, девушки раздадут говна. Вот. И сегодня мы берем у них интервью. Гол! Так, так, так. Расскажите о своей группе, когда образовалось, кто стоял у истоков, какие у вас погоняло, а вообще как же духом. Давайте. Хорошо, ты начала всю эту канитель, расскажи, как оно все было. Началось все, когда мне было 13 лет. У нас во дворе был мальчик, который играл на гитаре, он мне безумно нравился. И я попросила его показать мне что-нибудь на гитаре. И он мне говорит, да можешь даже не пробовать, ты же баба, у тебя же просто не получится. Ну и сейчас того ржали. И тогда мне было немного непонятно, почему у меня не получится, если я просто родилась девочкой. Ну вот, ну и с течением времени таких вопросов было все, у меня лично таких вопросов все было больше и больше, потому что очень много людей реально распределяют какие-то мужские и женские работы, роли, занятия. И абсолютно моя бабушка уверена в том, что я занимаюсь чем-то таким просто охереть, каким-то непонятным, ненужным, вот лучше бы я пекла порошки и выходила бы замуж, что в этом роде. Поэтому, конечно, поиграв во многих группах, я поняла, что я созрела для того, чтобы собирать, искать девочек. Это было очень непросто даже в Киеве найти именно тот свой золотой состав, вот, чтобы можно было бы что-то играть. Но в первую очередь, конечно же, я делаю акцент не на то, что мы барышни, а на то, что круто играем, потому что музыка для меня в первую очередь. Сначала я нашла на Фаню, вот, на Фане это ударные, а потом через месяц я нашла еще и Эльку. Да, был просто концерт, и я туда пришла потусить, и ко мне подбегает моя знакомая, говорит, а ты что, играешь на басу? Я говорю, ну да, подожди пять минут. И она подводит ко мне Марьяну, и Марьяна мне говорит... Ну, лоб так, будешь со мной играть? Я такая, да, конечно. Я подумала, что я ее очень напугала в тот момент, потому что такая маленькая, стылька, да, хорошо. Ну, нет, я ей не оставила выбора, в общем. Ну, ты так любишь делать, да. Так, а погоняла? Ну, только у на Фане погоняла. А еще они называют меня бабушкой. Вот я не знаю, почему, кстати, объясните это. И мне, и всем. Почему вы называете меня бабушкой? Это обидно иногда бывает, до слез, честное слово. Окей, окей, все понятно. Ваше название Деспил, как оно появилось, и что оно для вас значит? Это была моя слуховая галлюцинация. Я сидела на курсах по цветокоррекции, и наш преподаватель говорил про такую функцию, как Деспил. Вот, и я услышала Деспил, и такая, ооо. Про функцию распил. Нет, Деспила называется. Да, Деспил, только напишется Д-С-С-Пил. Вот, и... О, охрененное название для группы. И сразу давай там Марьяне писать, что, о, Марьяна, говорю, смотри, вот мы, короче, с нашей музыкой, говорю, мы как смертельная пилюлька, вот мы будем, типа, всех давить, вот, вот, типа, нашей энергетикой, нашей подачей, да, и вот этим вот ядом, который там пособирался немного у нас. Вот, ну и, собственно, вот так вот оно и произошло. Лучших вариантов не было просто. Вот. Ну, у меня еще была идея назвать группу просто девочки, но они не закатели. Ну, просто есть уже за девочкас. Ну, просто девочки по-русски, это было бы офигенно. Да. Деспил крути. Ранетки. Да, Деспил крутое название, вот, бессомненно. Редактор субтитров А.Семкин А теперь расскажите вообще про ваши концерты, что запомнилось, какие-нибудь интересные истории, вообще, как обстоят дела с панк-рок сценой в других городах. Ну, лично мне панк-рок сцена в других городах нравится намного больше, потому что в Киеве часто ты выходишь на сцену и встречаешь перед собой вот это кольцо. Надменно. Такие руки, и такие, типа, да, давай, попробуй поднять меня со стула и развеселить. Ну, да, зажрались немного киевские панки, если честно. Да, вот мы повыступали в Харькове, мы повыступали в Житомире, мы едем выступать в Калуш скоро, и на самом деле там люди вообще по-другому тебя воспринимают, они, ну, они не зажравшиеся, им все интересно, они подходят общаться, не стесняются, и все намного круче. Не скажу, что там много людей, там везде мало людей, хотелось бы, конечно, всегда больше, но в маленьких городах, которые, в общем, любые города, которые не Киев, тебя воспринимают круче, там люди реально понимают, что ты что-то делаешь, ты жатишь на это время, они отдаются тебе, ты отдаешься им, это безумный обмен, но мы поэтому, наверное, играем и ездим, потому что ради вот этих эмоций. Когда тащишься в 4 утра на вокзале, в вонючий плацкарт заходишь со всеми монатками, со всеми этими тяжелющими карданами, тарелками, гитарами, думаешь, блин, хрена, ну, мне все это надо, ну, вот реально, нахрена? А потом, когда ты выходишь на сцену и видишь вот эти глаза, ладошки, это вообще, это неописуемые эмоции. Сисечки. Да, окей. Так, Дэспил, что больше всего вас раздражает? Тексты ваших песен нацелены на аудиторию или больше личные переживания вы передаете в них? Расскажите, пожалуйста. Ну, меня раздражает все. В общем-то, да, так и создаются все песни, вся музыка. На самом деле, меня может выбесить просто любая мелочь и почему-то я пишу песни только про то, что меня искренне бесит. Ну, наверное, так и так должно было сложиться. Недавно мне написала подружка про то, что вот, ты знаешь, мой парень недавно пошутил, там, сказал, что баба должна жрать с пола. Я говорю, а, и вы до сих пор вместе? Ну, да, это же шутка. Вот, я помню, меня это так разозлило. У меня аж глаз, у меня аж пена за рта шла, глаза просто готовы были лопнуть от злости и успокаивать. И так я написала песни. Ну, вообще просто, у нас много разных песен. Но Dirty Rotten News, она про молодежь бездумную, безамбициозную, которая просирает время на наркоту, на бухло, на прочую херню, типа, которая вообще ничего не хочет в этой жизни. Песня про войну во Вьетнаме, про войну во Вьетнаме, но я написала ее, когда увидела, типа, драку после концерта, когда там чуваки, что-то не поделили пластинки или диски, и подрались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие у нас еще есть песни? Про жертву, ну, песни про жертву, собственно, про жертву домашнего насилия, про любую жертву, не только, там, барыши, которые избивают мужья, ну, вообще, потому что, да, поем о плохом, про смерть, про ненависть и прочее такое, про любовь, нет, нет, не наше случае. Короче, мы жесткие телочки, типа того. Да. Ваши все песни, в основном, на английском языке, почему выбрали именно этот язык? А мне на нем пишется. У меня мама преподаватель английского языка, у меня не было выбора, просто с детства, типа, она меня ему учила, и мне на нем просто пишется. Я вот, ну, просто возникает текст, какая-то связь с космосом определенная, возникает текст в голове, и он сразу на английском. Я практически там даже, ну, иногда, только корректирую какую-то минимальную грамматику. Есть и на русском, когда это уместно, но на русском тяжелее писать текста, они должны быть очень стильные, очень стильные, чтобы каждое слово гармонировало там с предыдущим. Ну, это сложнее. Вот. А на английском просто пишется. Да. Теперь вопрос по поводу бухла. Употребляете бухлишко, курите какие-нибудь препараты, наркотики? Чем вообще увлекаетесь в этой сфере? Какой провокационный вопрос. Конечно. Не, мы не бухаем. Ну, очень-очень редко, может быть, какой-то пивасик. Ну, они вдвоем не пьют, я только бываю иногда. А так? Я вообще скучная, я даже сигареты не пурю уже. Мы все в молодости уже, в общем, попробовали. А сейчас мы старые. Сейчас это уже неинтересно. Да, Диспил почти стрейт эйдж группа, но почти. Дальше продолжаем. Мы не позиционируемся как стрейт эйдж группа. Конечно. Почти. Почти стрейт эйдж. Вот. Дальше. Какие ваши любимые панк-кро группы или не только панк-кро группы, может быть, метал, хардкор и так далее. А вообще, ваша любимая группа? Ну, я, например, вообще, в принципе, люблю музыку. То есть, у меня нет такого определенного одного предпочтения, что я слушаю только панк-рок или только хардкор. Для меня, в принципе, любая музыка хороша. Вот. И любимая группа, это очень сложно. Ну, безусловно, я очень люблю Black Sabbath. Вот именно, не знаю, наверное, одна из самых для меня значимых групп. Да, это очень сложно, потому что мы все слушаем абсолютно разную музыку абсолютно в любых стилях. Я, например, больше люблю скрима и любую депрессивную фигню. Вот она больше любит трэш и металл. Нафаня любит психоделику и, в общем, это настолько разные вещи, об этом даже говорить сложно. Иногда мы по этому поводу ссоримся. Да, очень редко. Даже так бывает. Ну, короче, так как вы в Харькове, скажите каждую свою любимую харьковскую группу или несколько групп, если есть таковы. Группа Сум! Группа Зрада! Спасибо. Так, продолжаем дальше. Такой немного философский вопрос. Чего вам, собственно, вообще не хватает? Может, бабок, может, накачанных мужиков, может, клевых кисок или там кокаина? Бабок. Не хватает бабок, да. С пирожками на вокзале? Не, на самом деле, если бы мы каждое зарабатывали чуть-чуть побольше или бы имели какой-нибудь пассивный доход в виде, не знаю, это корректно так говорить, видимо, менеджера или какого-то продюсера, то было бы легче, было бы не так грустно иногда. Типа, бывают такие моменты, когда думаешь, блин, я столько времени на это трачу, я трачу практически, ну, не практически, а реально все свободное. Ну, на репы, которые дорого стоят, на инструмент, которые тоже за ним нужно ухаживать, это дорого. Все дорого. И ты думаешь, блин, типа, оно не окупается, а потом понимаешь, да, в рот, оно все, ну, круто, вот эти эмоции, которые ты получаешь, ну, наверное, ради этого мы это и делаем. Но с деньгами было бы попроще, мы бы больше вкладывали в записи, в клипы, блин, вообще, это дало бы нам, на самом деле, к сожалению, типа, ну, им было бы проще творить, к сожалению. Ну, с другой стороны, вроде бы, когда поднимаешься с низов и проходишь все это, проживаешь, сам растешь, развиваешься, то это тоже очень важный опыт и полезный. Ну, и DIY, это тоже круто, поэтому, вот. короче, если вы нас сейчас, менеджеры, продюсеры, встречаете, в группе Despill нужен крутой продюсер, вот, и мы выведем этих девчонок, короче, вообще, просто, в самую мировую сцену будут выступать вместе с NoFax, вместе с LegWagon, с AgnosticFront и прочими. Продолжаем дальше. Как вы бы охарактеризовали, как общество относится к панкрокерам, вот, панкрокеры и общество, типа, какое отношение, как бы, имеют друг к другу? Ну, как уживаетесь, в общем-то. Как панки с людьми уживаются. это очень прикольный вопрос, и я просто могу с личного опыта сказать, например, у меня есть ребенок, моему ребенку 3 года, вот, ну, и я выгляжу так, как я выгляжу, то есть, я панк, не стесняюсь, горжусь, вообще, невероятно. Единственный, кстати, ярлык, который я позволяю к себе применить, это то, что я панк, вот, и очень часто я сталкивалась с такими, ну, с комментариями, со взглядами, что, когда я иду с малым, она меня смотрит, как на какую-то полуумную, типа, что, боже, заберите у нее ребенка, срочно, нельзя, типа, давать таким людям детей, ну, такое, я, если честно, это все в рот ебала, потому что, в принципе, меня не волнует ничего мнения, кроме мнения самых близких людей, вот, поэтому, такое, в Киеве нормально на это все смотрят, а вот у нас уже был, конечно, опыт, когда, даже в Харькове, к нам подбегал чувак на вокзале, фоткал нас и убегал, в Житомире мы чуть не получили пиздюлей, вот, то есть, ну, как-то все-таки люди еще, наверное, немножечко зашоренные. Очень по-разному, потому что, ну, общество очень часто думает из-за вот всяких новых молодежных тусовок, пьющих, бухающих, курящих, что это, ну, что панк-рокеры, это в основном маленькое быдло, которое творит хуйню, в общем, ничем полезным не занимается и все такое, но они не знают, что на самом деле движуха очень большая и есть очень много разных людей, которые делают полезные вещи и вообще это не так уж все и плохо. Вообще панк-рок это определенная свобода, то есть к этому нужно прийти, этого нужно достичь, понять, когда ты просто понимаешь, что ты свободен от любых предрассудков, фу, не делайте, от любых предрассудков, от любых ярлыков, от всего того, что ограничивает тебя в твою личную свободу. Это трудно, к этому не каждый приходит даже в тусовки, ну, то есть, вот кто-то говорит, там, я панк, я там, крастера, я там, какой-то металхед, типа, это все говно, это просто, блядь, вы, ребята, вырядились в разные шмотки, да и все, тут нет ничего такого. Я считаю, что прежде всего, конечно же, мы все одинаковые люди, но считаю так, по крайней мере, ну, только я, наверное, и еще пару людей. И реально, иногда, вот едешь в метро на репетицию, просто меня угнетают все эти взгляды, все ли там какие-то поясни за то, поясни за это. Люди у нас просто еще какие-то, ну, видимо, недоросли к пониманию того, что каждый вправе делать то, что он хочет. Не обижаю других. Ну, да. Короче, Деспил, короче, Деспил ебали всех в рот. Понял? Понял ты, обмудок, они ебали всех в рот. Так, вопрос, где работают панки? Панки, где работают? Это прикольный вопрос, кстати. У нас все прикольные. Прикольные, потому что я, например, не учусь, не работаю и, в общем-то, живу себе прекрасно. Нормальный партнер, все как надо. Я бариста, я кофевар со стажем, я это обожаю и люблю. Для меня это тоже своего рода искусство, поэтому меня можно найти в какой-то кофейнке города Киев. Вот. В ближайшем районе, где я живу. А я работаю режиссером, я снимаю клипы, и также работаю еще режиссером монтажа на телеканале. Короче, я занимаюсь всяким видеомейкингом. Ну, и пока, типа, на вольных хлебах, такой, типа, полу-фрилансер. На телеканале. Так что, если кому-то надо что-то снять? Монтаж делать, мы еще там и не делаем. Монтаж, графичка, цветокоррекция. Короче, я человек-швейцарский нож, пишите мне. А я работаю поваром. Короче, дальше у нас маленький блиц, просто коротко отвечайте, можете немножко пояснить. Вот. Коротенькие вопросы, типа, жизненные. Отвечаете, типа, да или нет, чуть-чуть можете пояснить. Начинаем. Трансгендеры или трансформеры? Трансгендеры. Трансформеры. Как можно сравнивать несравнимые? Это две абсолютно разные вещи. Трансфанки. Да, трансфанки. Так, панки или металлхеды? Панки, конечно. Панки? Провокационные вопросы. Ну, не знаю, да, 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 мне, наверное, больше нравится металлхеды. Так, писки или сиськи? Писки! Сиськи! Хорошо, сиськи у нас есть. Эксплойт или Дэд Кеннедис? Дэд Кеннедис. Эксплойтед. Бля, Эксплойтед и Дэд Кеннедис. Фак Ол или Фак Офф? Фак Офф. Конечно же. Тут мы сошлись, селки. Итак, мы подходим к концу, просто пожелания всем, кто смотрит эту вьюшку, всем панкам, всем скинам, хардкорщикам, всем, 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 что скажет им Дэспилл в эту минуту. Будьте собой, оставайтесь собой, не променивайте свое нутро, ни на что другое, ходите на концерты, делайте то, что вам нравится, вообще не парьтесь и не заморачивайтесь. Поэтому ты бабушка. Вот, поэтому мы называем ее бабушкой. Боже, я их не выдерживаю. Ебите все в рот, то, что вам не нравится и живите по кайфу. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok